Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь во Флориде. Как многие нью-йоркцы, приехала сюда перезимовать пару месяцев. Но речь пойдет сегодня не об этом. В этом видео я хочу поделиться своими впечатлениями о социальной сети Clubhouse. И рассказать вообще, как пользоваться этой сетью, потому что для многих это что-то новенькое. И я вот успела за последние два дня разобраться и спешу с вами поделиться. Начало впечатлений, потом инструкция по пользованию. Если вкратце о своих впечатлениях, то я в абсолютном восторге. Я зарегистрировалась буквально недавно, но уже в общей сложности провела там, наверное, 12 часов. То есть я готовлю, я работаю, я учусь. Параллельно с этим я подключена к Clubhouse. Что такое Clubhouse? Это дом-клубов в переводе с английского языка, социальные сети, основанные на голосовых сообщениях. То есть скорее даже это как радио, где говорят люди, но к которому ты можешь подключиться в прямом эфире и в любой момент поднять руку и задать вопрос или высказать свою точку зрения. При этом ты, когда регистрируешься, можешь описать все свои интересы, продвинуть себя, продвинуть свой личный бренд, бизнес. И, соответственно, любой пользователь может создать комнату. Она может быть private, закрытая, вы можете разговаривать вдвоем. Или может быть public, где вы разговариваете целой толпой. На данный момент я слышала, что комната вмещает где-то 5000 человек, и кто-то сказал, что в Америке они видели комнату на 10 тысяч человек. Эта социальная сеть еще находится в разработке. Она была запущена весной 2020 года, когда вот эта вот потребность общения онлайн возросла в разы. И, соответственно, у нас под рукой всегда был зум, но ребята, стэнфордские выпускники и бывшие разработчики гугла, Пол Дэвисон и Роган Сетт, придумали вот такую сеть, где весь мир будет сидеть в комнатах, онлайн комнатах, слушать друг друга, беседовать и легкостью переходить в любую комнату. Это очень удобно, это очень клево, потому что эта интерактивность общения, она засасывает. И я сейчас находилась в русских группах, и они рассказывали, что многие просто не спят ночами, проводят 6 часов, все сосковались по общению, и вот эта вот проблема дистанции легко решается. То есть я сейчас с такой радостью общаюсь с людьми из России или Силиконовой долины, с ребятами, с которыми я очень хотела и мечтала познакомиться. Я сейчас подключаюсь, поднимаю руку, спрашиваю у них советы, как быть с бизнесом, как быть вообще в жизни. В общем, любые вопросы, и становлюсь друзьями с очень интересными людьми. То есть я считаю, что эта социальная сеть действительно меняет жизнь многих и принесет огромную пользу обществу. Конечно, будут минусы, сейчас надо работать над тем, как фильтровать информацию, как защищать людей, потому что, возможно, будет много violence и bullying, когда люди друг друга хамят. И многие, может быть, слышали, например, из сети можно легко, точнее, из группы, из комнаты можно выгнать человека. И, кстати, вот одного пользователя, Соловьева, журналиста заблокировали, и сейчас он не может войти в эту сеть. Читала только недавно новости, что рассматривается закон по закрытию клабхауса, если они не вернут журналиста в Соловьева. По сути, эта сеть должна принимать всех людей, всех журналистов с разными точками зрения. Кому интересно, можете всегда погуглить и найти дополнительную информацию. В общем, продолжаю, как вы этим можете пользоваться. То есть в этой группе вы, если вам какой-то человек не понравился, можете попросить его, точнее, самостоятельно его выгнать из комнаты. Если вы модератор этой комнаты, вы главный спикер, вы решаете, кто говорит, вы даете слово тому человеку, которому именно вы решаете. Вы это можете видеть по поднятию руки в социальной сети. Я все попозже расскажу и покажу, как это выглядит на экране телефончика. Еще один важный момент. Поскольку, как я уже сказала, приложение находится в разработке, все равно еще будет совершенствоваться и совершенствоваться, оно доступно только пользователям айфона. И причем с последним iOS M13. Поэтому, если вы сейчас не можете туда попасть, я советую подождать. Они обязательно появятся на андроидах и будет возможность также и со старых телефончиков туда попасть. Поэтому, ну, ничего страшного. Конечно, сейчас такой нереальный хайп. Все туда хотят попасть, все там сидят, все об этом говорят и уже хочется вот туда тоже попасть. Немножечко неправильно, наверное, и как-то неправильно со стороны разработчиков. Особенно, когда уже несколько миллионов там сидят, так поступать. Но, увы, может быть, у них какая-то была хитрая идея или какое-нибудь партнерство с айфоном. В общем, кто знает. Что еще о впечатлениях? Есть две руссоговорящих группы. The Dacia и The Russian Music Industry. Которая, кстати, совершенно недавно появилась и все удивляются таким образом. Потому что создать клуб сложнее, чем комнату. Если комнату может создать каждый, то клуб может создать только человек, который подал заявку и получил одобрение уже от самих разработчиков, от самой компании. Вообще непонятно, как они там бедные работают. Потому что на них сейчас свалилась огромная популярность, огромная работа. Поэтому сейчас медленно проходят эти одобрения. Видите, только два клуба, хотя там очень многие уже подали эту заявку. Также я думаю, что это хорошая практика, может быть, для языка. Потому что вы можете с легкостью перейти на англоязычные группы, либо испаноговорящие. В общем, там на любом языке сейчас говорят. Правда, в Китае уже эту социальную сеть запретили в феврале. Вот недавно. И сразу уже могу дать несколько советов начинающим клубхаус-блогерам. Если вы хотите развивать свой личный бренд, фактурно опишите ваше био на главной страничке. Подберите фотографию красивую, образование, bullet points по вашей работе и достижениям. Обязательно показывайте, пишите все цифры, которые вы достигли. Подчеркивайте все достижения. Не стесняйтесь. Такая сеть, где все должны себя показывать с лучшей стороны и, в общем, гордиться собой, показывать, что они там самые крутые. В общем, так это работает. Хотя, прежде всего, надо оставаться собой и вырабатывать свой личный стиль. Теперь надо работать над речью и стараться быть хорошим модератором. Это не вот просто зашел и поболтал. Все-таки беседу надо уметь сохранить, сохранить эту динамику. Что еще можно сделать? Обязательно давайте людям говорить. Вообще, лучше, если в вашей комнате больше, чем один модератор. Где-нибудь человек шесть, которых вы могли бы контролировать, чтобы друг друга не перебивать. Было бы здорово. Соответственно, diverse opinions would be great. То есть, если много людей с разными точками зрения, которые могут поспорить и вас убедить в ту или другую сторону, тоже очень будет клево. И это будет классный очень разговор, который будет интересно слушать. Соответственно, чтобы продвинуть свой клуб, свою комнату и свою страничку, чаще организовывайте комнаты, подписывайтесь на других модераторов, подписывайтесь в клубы, будьте активными. Поднимайте руку, отвечайте, делитесь. Потому что люди будут вас слушать и потом, соответственно, подписываться. Я здесь буквально сегодня сказала несколько слов про AdTech. То, что мне интересно, чем я сейчас занимаюсь. На меня подписались где-то плюс еще 50 человек. И не только в Clubhouse, а также на других социальных сетях. Чуть не забыла про самое главное. Приглашение. В эту социальную сеть можно попасть только по приглашению. Так разработчики хотели подчеркнуть эксклюзивность. Хотя туда сейчас на самом деле каждый может попасть. Рассказываю схему. У каждого, кто зарегистрировался, есть два приглашения. Вы можете отправить ссылочку этим двум избранным. И они смогут уже спокойно перейти и пользоваться приложением. Но если приглашения все закончились, то есть другой вариант. Вы можете пустить друга, который уже зарегистрировался и встал в очередь. Вы его увидите в списке. Правда, это будет тот друг, номер которого вы уже записали свою телефонную книгу. До момента вашей регистрации. Поэтому, на самом деле, мы сейчас с друзьями быстренько это все узнали и всех друг друга добавили. В общем, с сложностью это не будет. Это быстро распространяется. Но в крайнем случае, пишите мне на почту. Я посмотрю, что я могу сделать. Думаю, что начнем с этой странички. Вот вы видите иконку с фотографией. Это Клабхаус. Фотография периодически меняется. Она вот серенькая. После того, как вы ввели номер телефона и свою почту, вы попадаете на вот такую страницу, где можете выбрать свои интересы. Здесь надо хорошенько подумать, потому что после того, как вы уже попадете в сам Клабхаус и будете ходить по комнате, вы уже сможете видеть комнаты в соответствии с вашими интересами. Первое здесь вера. Потом identity, как вы себя самоидентифицируете. Я как поколение millennials выбрала. Потом из тека я выбрала маркетинга, стартапс. Больше всего мне нравится. Из languages выберите русский язык, чтобы вам в ленте показывались русскоязычные клубы и комнаты. Из развлечения здесь все, что душе угодно. Даже есть караоке, музыка знаменитости. Кто-то из меня из друзей с Наоми Кэмпбелл разговаривал. Там Наталья Вадянова недавно тоже давала какое-то интервью. В общем, Илон Маскову. Это место любит celebrities теперь. Ну, storytelling, подкаст, все, что захочется. Из образования, education и psychology мне больше всего нравится. И знаете, что меня удивило? Здесь действительно есть комнаты по медитации. То есть, вы заходите, вам кто-то что-то там говорит, как правильно дышать, о чем думать, о чем не думать. И вы вместе со всеми погружаетесь в нирвану, в медитацию. Из жизни мне нужна только поддержка. Ну, я выбрала, что мне здесь Инстаграм интересует. Общение, создание каких-то рабочих связей, коллаборацией. Спорт, теннис. Я очень люблю теннис. Из places, мест я выбрала Нью-Йорк, где я проживаю. Из арта много чего, потому что мне это все интересно. Но разберетесь. В принципе, там по эмодзии даже без перевода. Понятно. Еще из настроек хочу рассказать про вот эту. Где вы можете регулировать интенсивность notification, уведомления. Здесь есть несколько уровней. Я поставила самый низкий, чтобы меня не сильно беспокоили. В Clubhouse много чего происходит. Каждые полчаса какая-нибудь новая группа. Даже больше, если вы разговариваете больше, чем на одном языке. Поэтому, конечно, если поставить Very Frequent, будет слишком часто. И можно сойти с ума. А надо как-то еще жить параллельно. Работать. Правда. Pause notifications. Вообще можно отключить эти уведомления. И, в общем, вот эти трендинг румсы, которые самые популярные комнаты, чтобы мне показывали. Я отметила. Из What's New. Здесь вы можете узнать последние новости, апдейты этого приложения. Много что происходит. Приложение в разработке. Поэтому каждый раз что-нибудь обновляется. И кому интересно, может за этим следить. Далее. Contact Us. Вот здесь. Как раз вот здесь. Вы можете прочитать на популярные вопросы и ответы. Например, я читал последний раз How can I start a club? Как я могу назначить клуб? Здесь, к сожалению, на данный момент пока только на английском. Если вы сюда заходите, увидите вот эту строчку. Раскройте. Вот как раз под этим уголком. Таким треугольничком. И внизу вот можете увидеть You can find the club request from here. Вот здесь here нажимаете. И попадаете вот на такую страницу, где описываются условия подачи заявки на клуб. Каждый юзер может иметь два клуба. И условия здесь, чтобы вот этот вот юзер как минимум три раза провел какое-нибудь шоу, комнату за неделю. Больше условий я здесь пока не вижу. Дальше, кстати, написано, что они будут упрощать эту всю систему. Не надо будет ждать уведомления и одобрения от разработчиков. Все это будет автоматизировано. В заявке вы пишете название клуба, категорию. Посмотрите, какие здесь есть категории. Wellness, да, Life, просто Вера, спорт, развлечение, языки, тег, identity. Про миленец можно что-то рассказать. Знания и просто какие-то тусовки. Пишут администраторы, имя, фамилию. Вот, соответственно, через собачку имя ваше, никнейм. Время и день, когда вы хотите каждую неделю создавать этот клуб. Ну, имейл и какие-нибудь комментарии. Вот так вот можно создать группу. Потом Community Guidelines записывается правило поведения. Вы должны быть здесь добрым и пушистым. В общем, не надо никого обижать. А то вас выгонят из комнаты и вообще могут заблокировать. Иногда могут заблокировать на денечек, если, в общем, на вас кто-то из, в общем, юзеров нажаловался. Пока Clubhouse работает только с Твиттером и Инстаграмом. И можно, видите, подключить только Инстаграм и Твиттер. В Твиттере я не активная. Я его вообще не стала указывать. Для тех, кто себя хочет продвигать, либо хочет быть активным участником и спикером-модератором комнат, я советую сразу фактурно написать свое био, указать про себя, в общем, все самое хорошее. Еще вы видите «Nominated by Ольга Сухарецкая» – это «Кто меня сюда пустил». Потом вот здесь я вижу, кто когда из моих друзей, знакомых или на того, как я подписана, был здесь и что слушал. Под колокольчиком просто какая-то информация, и кто из новеньких зашел, кого я могу знать, и хочу ли я за ними следить, фоллоуэльтс. Так все выглядит. Самые интересные – вот комнаты и клубы. Upcoming for you – это значит, что в ближайшее время будет происходить в Clubhouse, и что, возможно, мне будет интересно на базе моих как раз выбранных интересов. Потом есть all upcoming, где я могу все расписание увидеть, вообще все, что происходит. И my events – это там, где я увижу то, что я создала. И у меня там будет расписание своих event. Но пока их нет, я уже все их провела. Вот так вот, если мы нажимаем на календарик, он может быть еще здесь. Ну, давайте здесь нажмем. Где могу так вот создать свой event, свою комнату. Здесь название комнаты, потом я как главный хост. И здесь я указываю уже, с кем я, например, хочу делить эту ответственность модераторам. Дата, время и описание. Потом создаю, публикую, и мои подписчики видят уже уведомления. Очень удобно и легко. Здесь страничка для инвайтов. У каждого юзера два инвайта я уже все раздала. Вот мои родственницы пока еще загружают. Больше у меня инвайтов нет. Вот так выглядит основная страничка, где вы можете видеть клубы. Вот у меня много англоязычных, потому что сейчас в России все спят. Ну, вот здесь, например, священник из Сан-Франциско не спит. Он проповедует кому-то что-то. Ну, в общем, групп обычно много. И потом, в общем, я захожу, нажимаю и слушаю, что там происходит. Клаб-хаус запрещает записывать это на телефон. Поэтому я, к сожалению, не могу зайти, чтобы не нарушить ничьи права. Заходишь, ну и там, соответственно, как в зуме, на самом деле, все разговаривают. Просто в зуме можно это делать с видео. А здесь можно делать это только по аудио. Тебе не надо там наряжаться, переживать, как ты выглядишь. Можешь спать, можешь где угодно находиться и спокойно беседовать. Вот видите, сразу мне пришло уведомление, что так делать нельзя. Ну, либо можно вот так вот еще создать комнату. Open, это когда будет открыто всему клаб-хаусу social. Это только для ваших подписчиков. И closed, это уже такая тет-а-тет комната, где надо один на один переговорить. Здесь вы можете вот такой через пасковик найти, например, свою первую любовь. Ну, не знаю. Давайте Вася Пуки напишем. Ва-Василий. Видите, латиница есть. Кто-то пишет своим на кириллице. Вот так вот. Василий. Ну, или бы клуб можно какой-то найти. Клуба про Василий нет. Например, если Russian введем, то видите, вот, например, вот такие. Вот самые первые два, это русский клуб, а остальное вообще даже не знаю, что это такое. Ну, посмотрим. Нет, это уже какой-то английский клуб. Видите, все на английском написано. Это нам не надо. Только два пока. Как я и знала к этому времени. В общем, много здесь групп, просто очень много. И главное, мы еще в начале пути, потому что дальше будет еще больше. Вот здесь у меня вот расписание, можно хоть даже ночью не спать, все слушать. Опасная, конечно, штука. Вот так вот. Свои темы я здесь расписала, на какие темы я готова быть спикером и модератором. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на других. Я думаю, что это приложение открывает возможности для многого и для многих. Друзья, теперь вы знаете, как пользоваться этим приложением. Ну, что можно сказать? Теперь очень важно, как вы говорите, делаете ли вы паузы в словах, с какой интонацией голос важнее, чем ваша внешность, безусловно. И, конечно, главное теперь, не внешность, не красивые картинки, как в инстаграм или видео в ютюбе. Главное, это то, что вы думаете. И главное, как вы можете помочь людям и что вы можете им рассказать. Подписывайтесь на меня в Clubhouse в Манхэттен. Увидимся, а точнее, услышимся там. Надо теперь привыкать, конечно, к этому. Ну, в общем, до встречи. Обязательно посмотрите, загляните в Clubhouse. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok